В реке Нура поднялся уровень воды, вследствие чего жители частично эвакуируют из поселка Саратубе Бухаржараусского района. Уровень воды в реке поднялся еще вечером 11 апреля. Такой показатель держался двое суток. Утром 13 апреля воды резко прибавилось, в результате чего сильно размыло автомобильную дорогу. Жители обеспокоены тем, что повторится ситуация 2015 года. Затоплена единственная дорога к населенному пункту. Жители только вчера просили Акима Коктпектинского сельского округа раскопать дорогу экскаваторами, чтобы вода беспрепятственно ушла в степь. Но глава сельской администрации отказался это делать. Тогда жители начали рыть дороги сами, подручными средствами. За самодеятельность Аким начал угрожать арестом, а сегодня из-за бездействия село оказалось под водой. Данное видео, распространенное в сетях, явно показывает действия сартубинцев по предотвращению наводнения. Но Аким села уверенно заверил, что потопа не будет. Не прошло и суток после данного заявления, как главную дорогу затопило, и талая вода пробралась в некоторые дома. Изначально под угрозой затопления находились 15 домов. То теперь большая вода угрожает подтопить все жилые строения и хозпостройки. На данный момент производится посадка в ЖД-вагоны 98 человек, в том числе 45 детей. Также 12 апреля в связи с увеличением поступления воды на стыке двух рек Нора и Баймарза возникли угрозы подтопления в село Садовое Гагаринского сельского округа Бухаржалского района. За благовременно принятыми мерами проведены работы по отводу талых вод, берегоукрепительные работы, укладками шкатары, возведение земляных валов. Департамент чрезвычайных ситуаций опровергает затопление села Нуркен и Мадак и подтверждает, что у них не зарегистрирована такая информация. А дорогу села Сартубе разрыли сотрудники департамента чрезвычайных ситуаций, а не вода и сельчане. Напомним, что с начала года в результате паводков в Карагандинской области погибло 5 человек. Спасатели обеспокоены тем, что это только начальные показатели. Фариза Улбаева, Улжас Габасов, Андрей Тимофеев, Первый Карагандинский.